Одной из мер комплексной профилактической работы по борьбе с преступностью в ТУВе, доказавшей свою эффективность, является профилактическое мероприятие «Суррогат», направленное на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции. Оно проводится систематически. Об этом на аппаратном совещании отметил глава ТУВ Владислав Хавалы. Результатом рейдовых мероприятий становится выявление нарушений законодательства, привлечение к ответственности недобросовестных бутлегеров, а также изъятие нелегальной спиртосодержащей продукции. Очередная кампания в рамках «Суррогата» стартовала с 22 апреля. За нарушение нелегального оборота индивидуальным предпринимателям грозит административный штраф от 10 тысяч рублей с уничтожением ранее изъятой из нелегального оборота алкогольной продукции. Что касается юридических лиц, штрафные санкции от 100 тысяч рублей идут. Безлицензионная деятельность у нас грозит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и далее. Поэтому большинство нарушений бывает по незнанию. Помимо рейдовых мероприятий службой на постоянной основе проводится и консультация с субъектов предпринимательства. В ходе рейда в двух магазинах в районе Вавилинского затона выявлен факт нарушения антиалкогольного законодательства. Первый случай в магазине «Алдуншуру». В данном магазине был выявлен факт нелегального оборота алкогольной продукции. Я, во-первых, не знала. Скажу, что только-только начали продавать им. Я не знала проверять накладную. Тут написано «железная банка». Стеклянная банка. А тут оказывается «железная банка». Получается, вы не проверили, когда я попробовала? Да. Просто не сверила, получается. Будем учиться. Индивидуальный предприниматель подключен к единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, но некоторая часть алкогольной продукции находилась в нелегальном обороте. «С данным индивидуальным предпринимателем проведена консультация по поводу фиксации приобретаемой алкогольной продукции для дальнейшей продажи. Также, где и у кого приобретать. Потому что индивидуальный предприниматель, который приобретает у индивидуального предпринимателя для дальнейшей продажи, это все равно алкогольная продукция будет считаться в нелегальном обороте». Второй магазин «Феникс» продавал пивную продукцию в запрещенное время суток, то есть после 15 часов. Напомним, что реализация алкогольной продукции в нашей республике возможна после 15 по будням только в барах и ресторанах. Так покупателю удалось легко купить пиво в этом магазине после окончания установленного времени. За нарушение антиалкогольного законодательства магазин «Феникс» привлекается к ответственности не первый раз. Данное правонарушение продавец прокомментировал следующим образом. На нарушителей обоих магазинов составили протокол об административном правонарушении и обязали явиться в суд, где примут решение о наложении штрафа на продавца и владельца магазина. К несчастью, таких недобросовестных продавцов и владельцев магазинов по республике хватает. Именно поэтому такие рейды проводятся на постоянной основе. Помимо этого, стоит отметить, что в социальных сетях большинство граждан интересует вопрос, каким образом утилизируют изъятую алкогольную продукцию. На этот вопрос сотрудники службы по лицензированию ТУВы ответили следующим образом. Данная алкогольная продукция, которая находится в нелегальном обороте, она направляется в Росалкоголь-табак-контроль в город Новосибирск, именно из нашего региона. Потому что по всей России уничтожением взятой алкогольной продукции занимается акционерное общество Роспитпром. Между АО «Роспитпром» и Росалкоголь-табак-контролем заключен государственный контракт, потому что по химическому составу это опасный продукт. Поэтому расхожее мнение граждан, что утилизируют здесь, в нашем регионе или самими сотрудниками, это заблуждение. Если кто интересуется, можете посмотреть на нашей странице ВК ВКонтакте, служба по лицензированию набрать, и там у нас на постоянной основе информация об уничтожении ранее взятой алкогольной продукции выкладывается. В ТУВе благодаря комплексу мер, предпринимаемых правительством региона совместно с представителями правопорядка и всех субъектов профилактики, удается удерживать тенденцию снижения общей преступности. По итогам прошлого года этот показатель улучшился на 16%. Анализ статистики за первый квартал текущего года показывает, что заданная тенденция не только остается стабильной, но и сдвигается в позитивную сторону. Показатель общей преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стал меньше еще на 3,3%.